Здравствуйте! В эфире новости Латкарина. Сегодня я, Ольга Белозерцева и мои коллеги расскажем вам о последних актуальных событиях региона и города в этом выпуске. Один терминал готов. Жуковский аэропорт ожидает первый рейс. Мы получили на сегодняшний день все абсолютно документы. Новые парковки, площадки и цветники. Благоустройство Латкарина продолжается. В этом году у нас 7 адресов по благоустройству дворовых территорий. В настоящее время по 4 адресам ведутся работы. Парковка на газоне запрещена. Сотрудники Госадомтехнадзора провели очередной рейд в Латкарине. Даже в дневное время мы можем с вами видеть машины припаркованные, оставленные своими владельцами на территории зеленого сожжения на газоне. Решающие выступления финалисток шоу-проекта «Звезда» и многое другое. Добрый вечер! С вами Ольга Белозерцева и новости из области. О самых интересных событиях Подмосковья вы узнаете прямо сейчас. СКАД планируют полностью запустить в 2018-2019 годах. За последние два года в эксплуатацию были введены 4 секции автодороги. Центральная кольцевая автодорога будет запущена в 2018-2019 годах. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев на деловом приеме Московской области, который проходит в рамках Петербургского международного экономического форума. Говорится на портале «Подмосковья сегодня». Скоростная автодорога, которая предположительно разгрузит в МКАД, пройдет по территории 18 муниципалитетов, обеспечит их связь и отведет грузопоток от напряженного транспортного узла. Транспортно-пересадочные узлы нового поколения построят в Московской области. По словам зампреда регионального правительства Германа Елянюшкина, уже приняты проекты планировок семи объектов. В частности, новые ТПУ появятся в Люберцах и городском поселении Быково. На их территориях также будут построены парковки, магазины, рестораны быстрого питания. Ранее сообщалось, что в регионе реализуется программа по строительству и запуску 120 транспортно-пересадочных узлов, которые будут размещены вблизи наиболее оживленных железнодорожных платформ. Километр линии легкорельсового транспорта обойдется региону в 2,5 раза дешевле, чем подземка. Строительство одного километра легкого метро в Московской области обойдется от 1,5 до 2 миллиардов рублей, сообщил губернатор Андрей Воробьев на деловом приеме в рамках МЭФ-2016, говорится на портале Подмосковья сегодня. Линия легкого метро пройдет по наиболее населенным местам Московской области, где проживает более 4 миллионов человек, обеспечив связь между 20 крупными городами. Она также свяжет 4 международных аэропорта – Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский. Более 24 тысяч жителей Московской области не смогут отправиться за рубеж, пока не оплатят налоговые и другие долги, сообщил замглавы регионального управления ФНС Денис Медведев. В отпускной сезон в целях предупреждения проблем, которые могут возникнуть у наших граждан при выезде за границу, мы проводим акцию в отпуск без налоговых долгов, рассказал Медведев. В течение лета мобильные налоговые посты будут работать в аэропортах, в торговых центрах, в офисах ГИБДД, на территориях дачных и садовых товариществ. Сейчас в области вынесено более 24 тысяч ограничений на выезд. Их получили не только должники по налогам, но и по алиментам, по кредитам и по другим видам платежей. Подмосковный университет Дубна, чей филиал находится в Латкарине, впервые вошел в рейтинг топ-100 лучших вузов России и занял там 65-е место, говорится в сообщении пресс-службы Министерства инвестиций и инноваций Московской области. Как уточняется в материале, за последние три года университет Дубна значительно усилил свои позиции за счет развития в рамках кластера ядерно-физических и нанотехнологий в Дубне. Основными направлениями стали оснащение лабораторий, создание совместного инжинирингового центра, реализация программ подготовки студентов с последующим трудоустройством в организации кластера, заявил заместитель председателя правительства Московской области, министр инвестиций и инноваций региона Денис Глуцаев. И на этом у нас все. Это были новости из области. До встречи. 17 июня в детской музыкальной школе прошли публичные слушания по проектам межевания и планировки территории квартала 11. О важности мероприятия и принятом решении расскажет Максим Морозов. Публичные слушания являются обязательным этапом любого строительства. Без согласия граждан невозможно начать работы. Проект межевания определяет границы земельных участков и на его основании выдается разрешение на строительство. Поэтому объявление о готовящемся мероприятии заранее было размещено в городской газете и сети интернет. На слушание пришли представители органов местного самоуправления, глав архитектуры Московской области, застройщики квартала, проектная организация, депутаты, общественники и жители города. Сам проект 11 квартала был принят еще в 2011 году. Его территория предусмотрена под многоэтажную жилую застройку путем реконструкции жилого фонда. Новый проект уже прошел все экспертизы и теперь был представлен на суд граждан. Кардинально в нем ничего не изменилось. Подземные парковки, благоустройство детских площадок, создание новых зеленых зон, пристройка к школе и детским садам. Все осталось на прежних местах. Претерпели изменения лишь этажные здания. С 25, что было предусмотрено ранее, до 17 этажей. Такое решение было принято градостроительным советом Московской области. Реализация проекта намечена в 13 очередей. В результате реализации проекта предлагается расселить порядка 17 тысяч квадратных метров квартир из старых домов в новые. 1068 человек получат новое благоустроенное жилье в домах, соответствующих современным стандартам проживания, современным строительным нормам и правилам. В ходе публичных слушаний был представлен проект планировки межевания территории квартала 11. Участники мероприятия заслушали доклад проектировщика, который сопровождался показом графических материалов. После официальных выступлений всем желающим дали право высказаться. Критика и предложения были зафиксированы в протоколе слушания. Большая часть вопросов касалась не самого проекта межевания территории, а строительства, быта и прочего. По итогу мероприятия участники встречи решили в публичное слушание признать состоявшимся, отметив в целом положительное мнение жителей города. Дальнейшее решение будет приниматься вышестоящим органом в правительстве Московской области. Максим Морозов, Александр Тестов, Новости Аладкарина. В Жуковском аэропорте полностью готов первый терминал площадью 17 тысяч квадратных метров. Уже в июне рампорт, так называется эта воздушная гавань, будет принимать и отправлять первых пассажиров. Разворотный рейс совершит авиационная компания «Киргизия». Сюжет Варвары Можаевой. Пропускная способность действующего терминала составляет 2 миллиона человек в год. Он на 100% готов к приему пассажиров. Евгений Солодин, первый заместитель генерального директора ОАО «Рампорт Аэро», заверил нас, что в порядке не только внешний вид аэропорта, но и все необходимые для его работы документы. Мы получили на сегодняшний день все абсолютно документы. Это касается и распоряжения правительства об открытии международного аэропорта, так как он у нас будет сразу же международный, и об восстановлении пункта пропуска, и специальных распоряжений о нахождении иностранных граждан на взлетно-посадочной полосе Ледно-исследовательского института. Также был подписан приказ Минтрансов России об открытии пункта пропуска, была приведена межрецкая комиссия. Мы также получили совсем недавно сертификат авиационной безопасности, и сегодня мы уже полностью готовы осуществлять первый рейс. К вопросу безопасности в новом аэропорте подошли основательно, с использованием самых последних технологий. Также в нем установлен пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации. Сотрудники федеральных служб готовы приступить к работе. Для них внутри терминала оборудовано 132 кабинета. В настоящий момент получен сертификат, подтверждающий соответствие о рампорт аэро, требования федеральных авиационных правил. Создана служба авиационной безопасности численностью 180 человек. Часть специалистов – бывшие работники ТрансАэро. А вновь принятые сотрудники предварительно прошли необходимое обучение. А какие условия труда сотрудников аэропорта? На сегодняшний момент условия труда составляют, то есть если это служба авиационной безопасности, допустим, это график сутки трое, 12-12, то есть здесь уже по-разному каждый, кто как сотрудник может. То, что касается терминала, есть руководитель терминала. Новый аэропорт – это, несомненно, новые рабочие места, количество которых с каждым годом будет только расти. При увеличении рейсов, а рейсы будут увеличиваться, поверьте мне, практически с каждым месяцем, на первом этапе мы планируем привлечь до 650 человек. То, что касается второго этапа, к второму этапу мы уже переходим, я о нем сейчас чуть позже расскажу, это уже будет где-то порядка трех тысяч человек. Второй этап мы завершить планируем уже к концу 2017-го, начало 2018-го года. И уже начиная с конца 2017-го, начало 2018-го, реализация третьего этапа, и он закончится уже в 2020-2021 году, это уже будет порядка 10 тысяч рабочих мест. При этом не прекращается работа научно-исследовательского института имени Громова. Здесь по-прежнему можно увидеть российские истребители и проводящиеся периодически летные испытания. Вот и завершилась наша экскурсия по аэропорту Жуковский. Всем пассажирам мы желаем хорошего полета и мягкой посадки. Варвара Можаева, Алексей Устинов, новости Латкарина. С 1 июля розничные торговцы будут обязаны отчитываться регулятору о каждой бутылке проданного алкоголя. Об этом на минувшей неделе городские власти напомнили латкаринским бизнесменам. В прошедшую пятницу в зале заседания городской администрации встретились предприниматели и чиновники. На повестке дня один, но серьезный вопрос. Внедрение единой государственной автоматизированной системы учета объема производства и оборота алкоголя. Согласно федеральному закону, до 1 июля этого года каждый магазин, осуществляющий продажу спиртосодержащей продукции, должен быть подключен к системе ЕГАИС. В случае игнорирования этого требования, административный штраф, предпринимателю придется выплатить от 100 до 200 тысяч рублей. Предусмотрена и конфискация продукции. В этом вопросе губернатор области Андрей Воробьев поставил еще более четкие задачи. В 10-дневный срок лишать лицензии на торговлю алкоголем в магазины, которые не подключат ЕГАИС к 1 июля. Всего в области порядка 7 тысяч торговых точек. И несмотря на то, что до вступления закона в силу осталось не так уж много времени, еще не все предприниматели перешли на новую систему. ЕГАИС позволит полностью контролировать весь оборот алкогольной продукции, начиная с производителя. Можно будет увидеть, на каком предприятии, через какого дилера эта продукция попала в тот или иной магазин и была там реализована. Таким образом, власти планируют исключить продажу контрафактной продукции. Максим Морозов, Александр Тестов. Новости Латкарина. Строить планы на будущее, мечтать и не отказывать себе ни в чем просто. Выдача потребительских займов для физических и юридических лиц и специальные условия для пенсионеров. Кредитный союз. Быстро, удобно, выгодно. Доброе дело начинается с одного клика. У вас во дворе свалка мусора, не горят фонари, на дорогах ямы? Добродел поможет все исправить. Ведь теперь мы в Подмосковье решаем проблемы вместе. Зайдите на сайт Добродел или скачайте бесплатное мобильное приложение. Напишите ваши жалобы или пожелания. Мы найдем решение. Добродел. Решаем проблемы вместе. Дизайн студия Штор НЖ. Для самых изысканных клиентов. Мы наряжаем окна 18 лет и делаем из невозможного возможное. Дизайн студия Штор НЖ. Город Латкарина, квартал 2, дом 15. Телефон 8 495 589 7886. 8 495 589 7886. Осуществляем выезд и установку. Водители быстро привыкли к новым правилам парковки в Москве. К сожалению, многие из них, возвращаясь к себе домой в Подмосковье, пренебрегают даже самыми элементарными нормами. О правилах хорошего водительского тона латкаринским водителям напомнили сотрудники Госадомтехнадзора. Период проведения европейского футбольного чемпионата к газону потянуло не только футболистов и поклонников популярнейшего вида спорта, но и автовладельцев. С приходом тепла многие водители в стремлении припарковать свое авто поближе к дому поспешили занять освободившееся от снега городское пространство. И все бы ничего, только вот такая парковка на газоне в Московской области запрещена законом. Сотруднику Госадомтехнадзора, прибывшему в город с рейдом, колесить по городу в поисках нарушителей долго не пришлось. На улице набережная его ожидали автомобили, припаркованные так и даже вот так. Хочется отметить, что мы проводили это днем, в принципе, когда весь народ у нас находится, по идее, на работе. Но даже в дневное время мы можем с вами видеть машины, припаркованные, оставленные своими владельцами на территорию зеленого сожжения на газонах. В данном случае мы зафиксировали несколько автомобилей, имеющие явные признаки. Проверка проводилась в самый разгар рабочего дня, и свободных мест на парковках было предостаточно. Но водители почему-то не воспользовались возможностью переставить неправильно припаркованные с вечера авто. Теперь им придется оплатить штраф в размере 1 тысячи рублей. Процедура оформляется в упрощенном порядке. У нас происходит фотофиксация. Дальше направляется запрос в ГИБДД. Оттуда мы получаем данные о владельце транспортного средства, и ему направляется письмо счастья, а именно постановление по лечению к ответственности. Хочется отметить, что это не штраф в ГИБДД, и оплата в 20-дневный срок – это не значит, что надо платить половину. Факт нарушения этими автовладельцами правил парковки инспектор зафиксировал на служебную фотокамеру, имеющую инвентаризационный номер. На этом устройстве невозможно вручную изменить дату и время. Они привязаны прошивкой и приходят со спутника. А это исключает возможность подлога фотодоказательств. Так что даже при желании эти снимки нарушителям оспорить будет нелегко. На территории Латкарина рейды проходят у нас два раза в неделю, как и в любом муниципальном образовании, в части выявления как раз данных транспортных средств. Вот за полгода, по аналогу с предыдущим годом, где-то около 150 постановлений было вынесено на владельцев транспортных средств по городскому округу Латкарина. В скором времени объявился хозяин одной из неправильно припаркованных машин. Признавая совершенное собой правонарушение, водитель лишь посетовал на недостаток парковочного пространства. Но сотрудник Госадомтехнадзора напомнил, становясь собственником автомобиля, гражданин получает не только определенные права, но и обязанности. Да, был сегодня немножко удивлен. Ну, конечно, я опять же подчеркиваю, сегодня дневное время. Но видно вот совместные программы по развитию парковочных мест на территории городского округа. И все-таки, наверное, наши административные штрафы дают определенные результаты. Кроме того, хочется отметить, что понятно, что автовладельцы хотят, чтобы сразу весь город превратился у нас в красивую парковку, но на это нужны большие средства. И эта работа все-таки постепенная и плановая. А в этом дворе еще недавно стояла одна единственная детская песочница. Но теперь и ее нет. Она была последним напоминанием того, что здесь когда-то располагалась игровая площадка. Теперь эта свободная от детей территория целиком и полностью в негласном ведении автовладельцев. Что в приоритете у жильцов данного дома очевидно. Днем мы обнаружили здесь всего три машины. А вот по вечерам на территории бывшей детской площадки не остается и метра свободного пространства. Имея в виду это обстоятельство, инспекторы пообещали провести аналогичный рейд уже в вечернее время. Ольга Белозерцова, Александр Тестов, Новости Латкарина. Благоустройство города, работа постоянная. Сегодня нужно опиловку провести, завтра заборы покрасить, установить новые ограждения, площадки и парковки. Заместитель главы города Николай Макаров рассказал нашему телеканалу о том, какие работы ведутся в Латкарине сейчас. Парковок и детских площадок, как известно, мало не бывает. Так и в этом году на ремонт дворовых территорий с привлечением субсидий из бюджета Московской области выделено больше 6 миллионов рублей. На эти деньги отремонтировано 6 тысяч квадратных метров дворовых территорий. В этом году у нас 7 адресов по благоустройству дворовых территорий. В настоящее время по 4 адресам ведутся работы по замене асфальтового покрытия на дворовых территориях. Там предусмотрено расширение площадей под парковочные пространства, замены бордюра, также замены, если есть в этих адресах, детских площадок, если нет, то установка новой детской площадки. В настоящее время уже ведутся работы по расширению парковочного места, демонтажу и восстановлению дорожного полотна на первом квартале. Ремонтные работы проезжей части, расширение парковочных мест и восстановление тротуаров будет проводиться на седьмом квартале. Работы по благоустройству коснутся и центральной части города. Кроме того, в управлении ЖКХ города Латкарина была создана специальная комиссия по мониторингу дорог. С помощью мобильного приложения сотрудники ЖКХ отчитываются за каждую заделанную яму, отправляя фотографию результата работы на сайт Главного управления дорожного хозяйства Московской области. В этом году мы на сегодняшний день ямочного ремонта провели уже более чем на 1300 квадратных метров. Сейчас заключен контракт еще на 440 метров квадратных. Еженедельно, будем говорить, у нас проходит совещание с Главным управлением дорожного хозяйства Московской области, где мы отчитываемся за проведение ямочного ремонта. Ну и, конечно, Латкарина продолжает украшать цветами. К этим работам подключился практически весь город. Я хочу сказать, что это подключились к посадке не только управления ЖКХ, но и управляющей компанией нашей, значит, допустим, 3А квартала. Предприятие ЛЗОС, ЦИАМ, то же самое, взяли себе по клумбе, по две даже, и высаживают цветы. То есть мы всем миром решаем в этом году вот эту задачу по благоустройству с целью украсить наш город. На этом работы по преображению нашего города не заканчиваются, ведь в Латкарине еще столько творог и улиц, которые нужно украсить и сделать лучше. Варвара Можаева, Александр Тестов, Новости Латкарина. Мера вынужденная и законом разрешенная. На втором квартале возможно отключение горячей воды. Причина – капитальный ремонт теплосетей, проводимый в этой части города, который, к слову говоря, обещают завершить вовремя. Подробности в сюжете Варвары Можаевой. На данный момент произведена замена магистральных трубопроводов. Они явно выделяются на фоне старых трубопроводов горячего водоснабжения, которые на данный момент еще не заменены. Соответственно, замена их будет планироваться поочередно. Будем заменять сначала циркуляционный трубопровод ГВС, для того, чтобы по подающему у людей осталось горячее водоснабжение. Потом по замене циркуляционного трубопровода по нему пустим горячую воду и заменим подающий трубопровод. Такого рода работы, как капитальный ремонт теплосети, проводятся гораздо дольше плановых проверок системы и небольших ремонтов, осуществляемых сотрудниками коммунальных служб в привычные две недели. И на квартале 2, жителям которого приходилось терпеть неудобства от непривычно долгого отключения воды, проводятся именно такие капитальные работы по замене целой системы. На данный момент здесь проводятся работы по капитальному ремонту тепловой сети магистрального назначения до ЦТП 2А. Диаметр наружный трубопровод 219 мм. Также будет заменен ввод трубопроводов отопления и горячего водоснабжения на дом номер 11. Эти работы будут в дальнейшем продолжены. Прежняя система водоснабжения и водоотведения проработала порядка 25 лет. Авария здесь была только одна и та незначительная. Вот только трубы в некоторых местах уже ржавые и при проведении гидравлических испытаний было принято решение провести на этом участке именно капитальный ремонт, чтобы избежать крупных аварий и затяжного ремонта в отопительный период. Сейчас основные трубы уже заменили на современные и горячая вода в домах этого района уже включена. Отключение горячей воды планируется краткосрочное на период до полудня. Будем стараться производить работы без этих отключений. На данном участке заменены трубопроводы в навесной изоляции из минеральной ваты на современные трубопроводы из пенополимер минеральной изоляции, которые не пропускают влагу и срок службы составляет до 30 лет. Когда все работы закончатся, новую систему обязательно проверят, запустят по трубам воду под давлением. И вот здесь уже хочется надеяться на то, что весь ремонт окажется качественным и жителям не придется в очередной раз переживать отключение горячей воды и вокруг домов не будет раскопок. Варвара Можаева, Александр Тестов, Новости Латкарина. Студия бизнес-класса «Императрица» предлагает полный спектр парикмахерских услуг, включая процедуры по восстановлению и коррекции волос огнем, перофорез и брюляж, вечерний и свадебный макияж, маникюр, педикюр с хромотерапией и гидромассажем, солярий с аквасистемой и аромотерапией, коллагенарий, восстанавливающий и омолаживающий вашу кожу, антицеллюлитный, спортивный и другие виды массажа. Студия «Императрица» приглашает вас насладиться великолепным сервисом и комфортом. Автопрокат «Владкарина». Мы единственные и лучшие в городе. К вашим услугам автомобили эконом-класса с механической или автоматической коробкой передач. Стоимость аренды от 900 рублей в сутки. Наши телефоны 8 926 120 19 99. 8 926 120 19 99. В «Владкарине» начались занятия по айкидо. На базе спортивного клуба «Самбист» была открыта новая секция по этому виду единоборств. Также в клубе продолжается набор детей от трех лет в секции самбо, дзюдо, бокса и другие. Для взрослых открывается группа по смешанному боевому единоборству ММА. По организационным вопросам обращайтесь по телефону, указанному на вашем экране. Важная профессия. Праздничный концерт в честь Дня медицинского работника во дворце культуры «Мир». Квест-игра в городской библиотеке для ребят, отдыхающих в школьных лагерях. Занятия для самых маленьких в спортивном клубе «Самбист» и многое другое. В прошлую среду небольшая авария стала причиной полной остановки движения на съезде с Новорязанского шоссе в сторону Латкарина. В районе 7 часов вечера движение на Токаревском мосту в сторону города Латкарина было парализовано. Причиной этому послужила небольшая авария двух легковых автомобилей, частично прикрывших съезд Новорязанского на Латкаринское шоссе. Водитель автобуса, следовавшего по маршруту номер 348 метро Котельники город Латкарина, попытался объехать аварию по обочине, но преодолеть препятствия машина не смогла. Таким образом движение в сторону нашего города остановилось окончательно. Дорога оказалась заблокирована. На помощь водителю приехала техническая помощь. После нескольких безрезультатных попыток автобус все-таки удалось сдвинуть с места и вытащить с обочины на асфальтовое покрытие. Спустя час движение в сторону города Латкарина было частично восстановлено. Максим Морозов, новости Латкарина. В Латкарине отметили День медика. Праздничный концерт посвященный этому событию прошел во Дворце культуры Мир. Лучших в своей профессии поздравил лично глава города. В зале практически нет свободного места и все это наши медицинские работники. Где врачи, где медсестры, где санитары. Эти люди вместе делают одно большое дело. Спасают жизнь и помогают нам сохранить здоровье. Лидия Кошинова врач-педиатр несмотря на плотный график смогла прийти на праздник. Точнее прибежать. Ведь деток на прием приходит много и каждому латкаринскому малышу ей хочется уделить побольше внимания. В честь праздника родители с пониманием отнеслись. Отпустили, выпустили. Как пациенты относятся к такому профессиональному празднику? Так все поздравляют вообще. Многие знают. В основном постарше кто. Молодежь не очень. А постарше они все знают. Среди награждаемых в честь праздника медиков был и врач-уролог, который в нашей больнице проработал всего полтора года. Но за это короткое время уже сумел проявить себя как настоящий профессионал своего дела. Рассказывайте, как вообще у нас больница? Вот вы так, скажем так, полтора года отработали. Как режим, как больница, как вообще, как коллектив-то у нас? Коллектив хороший. Больница, в общем-то, оснащена. Все нормально. Концерт, посвященный Дню медицинского работника, провести решила сама директор Дворца Культуры Мир, которая со сцены обращалась к представителям этой важной профессии только самыми теплыми словами. Ваш труд – это высокое служение на благо народа. И сегодня у нас есть прекрасная возможность выразить огромную признательность. Глава города Евгений Серегин поздравил весь медицинский персонал Латкарина. Некоторых отметил грамотами, благодарственными письмами и нагрудным знаком «Отличник здравоохранения». Я поздравляю вас с Днем медицинского работника. Желаю счастья, здоровья, удачи, успехов, хорошей зарплаты, конечно же, и благополучия. С праздником! Уважаемые работники здравоохранения города Латкарина, сегодня, в этот торжественный день, вам вручаются заслуженные награды. За заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд нагрудным знаком отечественных здравоохранения награждается Кошинова Лилия Геннадьевна, заведующая отделением медицинской помощи детям и подросткам в образовательных учреждениях, врач-педиатр детской городской поликлиники. Всего в этот день на сцену для поздравления поднялся 31 медик, и все эти награды получены ими к празднику несомненно заслуженные. Сами врачи желали коллегам прежде всего крепкого здоровья, ведь они ежедневно заботятся о других, порой забывая о себе. Всем здоровья, сохранить его до преклонного возраста, и сохранить любовь к своей профессии. С праздником и здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Всем желаю здоровья, терпения и благополучия. Продолжился праздничный концерт выступлением ансамбля казачьей песни «Люди вольные». Со своими цирковыми номерами выступала акробатическая студия «Проформ». А вот завершила концертную программу группа «Пятеро». Варвара Можаева, Александр Тестов, новости Латкарина. 15 июня в помещении общества инвалидов дружный коллектив организации отметил День России. Праздник посетили почетные гости и средства массовой информации. С поздравительной речью выступил председатель Совета депутатов Василий Дерябин и начальник Управления социальной защиты населения Ирина Тренева. После пламенных речей началось чаепитие. Сладкие подарки инвалидам преподнес венский цех фабрики «Большевик». Сами же члены общества испекли пироги и другие угощения. Пока гости праздника кушали и общались, председатель общества Нурья Магомедова рассказала о заслугах коллектива за минувшие годы и отметила самых активных членов общества. Игра в дартс, изучение компьютера, спортивная ходьба и даже спринт. Одним словом, жизнь в обществе кипит ежедневно. Завершила мероприятие творческая часть с водной песней под любимые хиты местного баяниста. Максим Морозов, Новости Аллаткарина. Лагерная программа для учеников младших классов разнообразна и интересна. Ежедневно ребята посещают различные учреждения дополнительного образования нашего города и каждый раз узнают что-то новое. Сотрудники городской библиотеки провели для них квест-игру по сюжетам известных книг и их героям. Сюжет Варвары Можаевой. Свою начитанность и смекалку демонстрировали ребята из лагеря пятой школы. Они пришли в библиотеку не просто за книжками. В этот день для них проводилась интереснейшая игра, форма которой непривычна не только для самих участников, но и для библиотекарей. Мы каждый год проводим для лейтинга много интересных мероприятий. Но квест-игру мы попробовали первый раз. Ну и как вот вам самим руководителям? Да, мы думаем что это очень интересная форма. Детям она нравится и полезная и они много нового узнали. А какой вариант был вот в прошлом году подобного мероприятия? В прошлом году у нас были интерактивные мероприятия, но как всегда с конкурсами, с призами. Но они все проходили в зале, а вот так, чтобы двигаться в библиотеке первый раз. В каждом зале свое задание. Причем, выполнив его, ребята всей команды переходят в следующую локацию. И так по всему учреждению. Это дает возможность не только интересно провести время, но и оценить весь фонд библиотеки. Так в одном из залов юные латкаринцы отвечали на вопросы по книге Волкова «Изумрудный город». В другом зале школьники отгадывали кроссворд. Не простой, а музыкальный. Больше скрипки в 10 раз, инструменты. Больше, больше, контрабас. Контрабас. Вот так это, знаете, молодцы. Ребятам такое мероприятие пришлось по вкусу, в прямом смысле слова. Ведь в конце они должны найти клад, который обязательно будет сладким. Интересно было, что мы искали книжки по буквам. Что еще делали? Еще мы смотрели мультики, по ним надо было тоже найти книжки. Как-то называете свою команду или нет? Да. А как у вас команда называется? Радужная дружба. А кто у вас капитан команды? Я. Мы еще собирали по буквам и будем сейчас искать клад. Какими бы ни были призы и задания в библиотеке, ничто не сможет заменить чтение книги. Когда воображение начинает работать уже с первых строчек произведения. В книгах нет рекламы и только от себя зависит, превратишь ли ты произведение в сериал или полнометражный фильм, прочитав его на одном дыхании. Фарвара Можаева, Александр Тестов, Новости Латкарина. Строить планы на будущее, мечтать и не отказывать себе ни в чем просто. Выдача потребительских займов для физических и юридических лиц и специальные условия для пенсионеров. Кредитный союз быстро, удобно, выгодно. Здравствуйте, дорогие латкаринцы. Я, Надежда Емельянова, представляю издательский дом вот уже 10 лет наш справочник выходит в городе Латкарина. Сейчас, при поддержке администрации города, наш издательский дом готовит к изданию юбилейный адресно-телефонный справочник, посвященный 60-летию города Латкарина. Мы приглашаем принять участие в создании справочника все предприятия и все организации города. Будем рады сотрудничеству с вами. В живописном месте рядом с озером всего 60 километров от Москвы расположился уютный коттеджный поселок Занкино. Здесь вы можете приобрести уже готовый дом со всеми коммуникациями или участок как с подрядом, так и без подряда. Также мы можем построить ваш коттедж по вашему проекту или предложить вам на выбор наши проекты, созданные профессиональными проектировщиками с учетом всех современных требований. Купите загородный дом вашей мечты уже сегодня. Возможно, рассрочка и ипотека. Телефон 8-916-326-07-99 8-916-326-07-99 Мы продолжаем показ вокального шоу проекта «Звезда». И сегодня вы увидите финальные выступления двух оставшихся в конкурсе вокалисток. И на исход этого решающего состязания можете повлиять и вы, дорогие телезрители. Первый телевизионный вокальный проект «Звезда». 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 Восемь конкурсантов, три этапа и всего один победитель, который определится зрительским голосованием. Не пропусти главное событие года. Стань звездой нашего города. Партнеры проекта Компания Старатели, Салон Красоты Императрица, Фитнес-клуб Стекс и Кафе Приличные люди. Всем привет, дорогие друзья. Это шоу «Проект Звезда» и мы на финишной прямой. Сегодня за звание лучшего голоса Латкарина сразятся Анастасия Сухова и Дарья Калягина. И кто в итоге удостоится этого звания зависит только от вас. А своим профессиональным мнением с нашими зрителями поделятся эксперты шоу-проекта «Звезда». Григорий Безуглый настоящая легенда рока, руководитель и гитарист знаменитой группы «Круиз». Уступал на одной сцене с такими группами, как «Металлика» и «Айседиси». Григорий принял участие в записи песни «Замыкая круг» и съемках клипа на нее. В 1991 году группа участвовала в грандиозном по значимости фестивале «Монстры рока», который собрал на поле ипподрома Тушина в Москве порядка двух миллионов человек. Ирина Рязанова, певица, педагог по вокалу, занимается пением всю сознательную жизнь, а именно с пяти лет. Неоднократно лауреат всероссийских и международных конкурсов и, несмотря на огромный профессиональный опыт, ежедневно расширяет свой кругозор, проводит обучающие мастер-классы. Сегодня Ирина выступает в группах «Литкерин Бэнд» и «Рязанский проспект». Считает, что одного таланта и желания недостаточно для того, чтобы стать профессионалом, требуется еще и сила воли. Велимир Русаков. Актер, музыкант, сценарист, продюсер. Окончил актерский факультет Российского университета театрального искусства ГИТИС. Кино снимается с четырех лет. Актерскую деятельность начал с киножурнала «Яролаж». Принял участие в съемках более 60 проектов, в том числе молодежных сериалов «Сбез рук» и «Дружба народов». «Зайцев плюс один» и «Универ». Сыграл одну из главных ролей в фильме «Сволочи». Работал автором сериала «Чоп» на ТНТ. Окончил музыкальную школу по классу фортепиано и вокал. Порядка 18 тысяч голосов в соцсетях, десятки тысяч просмотров в интернете и по телевизору. Два месяца голосования и ожидания развязки. И вот, на одной сцене шоу-проекты «Звезда» финалистки Анастасия Сухова и Дарья Калягина. А чтобы предельно честно рассудить наших звезд, Оргкомитетом проекта принято решение в финале шоу добавить мнение двух новых абсолютно независимых экспертов, профессионалов в свои дела, от выбора которых будет зависеть общий итог голосования. А кто они, мы расскажем прямо сейчас. Всемирно известный музыкальный коллектив «Парк Горького» советско-американская и российская рок-группа, созданная в конце 80-х годов, завевала широкую известность в США и стала первой советской группой, появившейся на телеканале MTV. За время своего существования коллектив выпустил четыре студийных альбома. Дебютный одноименный альбом попал в американский хит-парад «Билборд», став прецедентом для советской музыки. Второй альбом команды разошелся по миру с тиражом в полмиллиона копий, получив платиновый статус в Европе. Международную славу коллектив обрел после выхода песни «Маскау Колин», войдя в топ мировых хит-парадов. В 2009 году группа выступила на открытии фестиваля Евровидения, в 2010 году в Ванкувере на закрытие Олимпийских играх. Александр Позняков Московский гитарист, аранжировщик, вокалист и композитор. Упускник Российской академии музыки имени Гнесиных отделения эстрадно-джазового вокала. Выступает на сцене театра Алексея Рыбникова. Обладатель первой премии в номинации рок-гитара во всероссийском конкурсе «Многоликая гитара» в 2009 году. Финалист Всемирного конкурса гитаристов в 2011 году в Лондоне. Участник телевизионного музыкального проекта «Голос» на Первом канале. Добрый вечер, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на финальном этапе шоу проекта «Звезда». И, конечно, я с гордостью представляю вам двух финалистов, которые дошли до самого конца. Это Анастасия Сухова и Дарья Калягина. Пожалуйста, аплодисменты! Им это удалось. И первый конкурсант нашего финала это Анастасия Сухова. Прошу на сцену, Анастасия! Мы ждем вас! Знаешь, почему слезы льют дожди не только от того, что очень грустно? И в солнечные дни тоже льют дожди. От их, прошу, не плачь, моя подруга, ты отпусти сердце его, Ты все прости Он не стоит того Ты сохрани гордость свою Ты все прости И отпусти Грустные глаза И скуса на губах И сердце разрывается от боли Океан души Островок любви Все отдай ему Умная подруга Ты отпусти Сердцем его Ты все прости Он не стоит того Ты сохрани Гордость свою Ты все прости И отпусти Пусть не спится и кричит душа от боли Пусть сердечко бьется быстро мимо доли Пусть разорваны В бачке все ожидания И нелепые смешны его признания Пусть не спится и кричит душа от боли Пусть сердечко бьется быстро мимо доли Пусть разорваны в бачке все ожидания И нелепые смешны его признания Его признания Ты отпусти сердце его Ты все прости, он не стоит того Ты сократи гордость свою Ты все прости Ты все опусти Подруга моя Подруга моя Рассказывай, как твои ощущения Вот уже сейчас, когда уже спела Уже финал, уже вот здесь, снова с нами Мне очень приятно Очень атмосфера на самом деле сегодня Вот прям вот сегодня реально по-домашнему Такие все хорошие Очень на самом деле радует это Спела, как смогла В жизни так бывает, что не всегда здоровье позволяет что-то делать на полную силу, но как смогла я сильно старалась Дорогие друзья, это была Анастасия Сухова с великолепным выступлением, достойным на 100% финалом А я напоминаю, что спонсорами телепроекта являются Кафе «Приличные люди», фирма «Старатели», салон «Красоты императрица» и фитнес-клуб «Стекс» Ну что ж, дорогие друзья, вот и предошел момент, когда я готов представить нашего второго финалиста Дарью Калягину Дарья, пожалуйста, на сцену, мы вас уже заждались Дарья, пожалуйста, на сцену, фитнес-клуб «Стекс» Дарья, пожалуйста, на сцену, фитнес-клуб «Стекс» Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Но, конечно, с первых уроков мальчишек не учат борцовским захватам и прочим премудростям борьбы. Самое главное в деле воспитания юных спортсменов для начала приучить мальчишек к дисциплине и элементарным физическим нагрузкам. В данном возрасте, мы берем 3-4 года, естественно, основная деятельность для таких ребят – это игра. И они все познают через игровой метод. То есть они учатся элементарным приемом, естественно, в борьбе. Самое главное, конечно, это они учатся падать. Ну и, естественно, вести себя в коллективе. Строиться, взаимодействовать с тренерами, то есть понимать, что он тренер, что тренер, что надо, если что не получается, посоветоваться. Что нельзя кричать во время тренировки, нельзя носиться, выполнять определенные правила, что, скажем так, очень сильно их дисциплинирует и готовит к более серьезным занятиям спортом, ну и, естественно, обучению в школе. В 4 года детки, конечно, могут подойти и что-то переспросить, все правильно понять. Но иногда родители приводят малышей и более раннего возраста. Вообще набор группы, спортивно-здоровительной группы, у нас с 3 лет написано. Хотя иногда приходят дети 2,7, 2,8. Например, есть, допустим, в этой группе вы можете видеть мальчик, Богдан, ему 2,7, вот он сейчас ползет в красной куточке. Замечательно, справляется со всей нагрузкой, со всей программой, то есть выполняет даже лучше, чем некоторые 4-5-летние дети. Все очень индивидуально. Если у родителей и у ребенка есть большое желание заниматься, то тренеры спортивного клуба идут навстречу. Некоторые еще совсем юные спортсмены уже готовы показать первые результаты этих самых игровых тренировок. Смотри, вот мальчишки сейчас что делают? Расскажи мне, что это они? Бабочку. Бабочку делают? А что это такое? Для чего ее нужно делать? Бабочку для чего нужно делать? Чтобы ходить. Чтобы на шпакт сесть. Чтобы что было? Растяжка хорошая. А ты можешь мне показать, как правильно бабочку делать? Леш, снимай. Смотри специально для нас. Ничего себе! А ты можешь показать, как мостик делать? Поднимайся, показывай. Выгибайся, ничего себе! Какой ты молодец! Это, как я сама узнала, борцовский мостик. И голову от пола в этом случае отрывать не нужно. На самих же тренировках все серьезно. Разминка, немного игры и растяжка. Ведь у деток в этом возрасте, как известно, связки тянутся хорошо. За ребятами следят сразу несколько тренеров. Ведь каждому ребенку нужно уделить максимум внимания. Не только для того, чтобы занятие ему понравилось, но и чтобы упражнения он выполнял правильно. Благодаря этому некоторые ребята уже успели съездить на свои первые соревнования. А на какие соревнования ты ездил? Маленько. Со сколько ты боролся? Два. С двумя? Да? С двумя боролся. Но ты победил их? Да. Почему ты считаешь, что нужно ходить на самбо? Что она дает? Постяжки. Сил. Родители подобным увлечением своих чад очень довольны, несмотря на ранний возраст. Конечно, тренерам еще приходится приструнивать ребят и учить их быть внимательными на тренировках. Многим из них еще только предстоит привыкнуть к дисциплине. Ну, мама, рассказывайте. Почему сюда ребенка привели? В трате спорта сначала, как бы попробовать. Три годика пришли, два года уже занимаемся. Вроде нравится, хотим. А вам что нравится? Мне нравится, что он занимается, во-первых, спортом, гибкостью. У него здесь как бы растяжка, дисциплина, кстати, самая вот такая, что он ответственный, уже знает, что ему надо. Варвара Можаева, Алексей Устинов, новости Латкарина. Череда футбольных событий прошла в минувшую субботу в Латкарине. Расскажет Варвара Можаева. Эти выходные выдались насыщенными для наших футболистов. В первой половине дня на стадионе у пятой школы состоялся турнир среди мальчишек 2005-2006 годов рождения. Воспитанников Дюш Латкарина. Эта встреча была посвящена Всероссийскому Олимпийскому дню. Всего три команды. Турнир проходит очень эмоционально, красочно. Ребята с большим желанием участвуют в этом соревновании. Можно много выделить игроков, которые себя проявили в этом соревновании. Драгонин Артур очень себя проявил как вратарь. Понравился всем и зрителям, и нам, тренерам. И нападающие у нас есть Капранов Ярослав. Капитан команды Хонин Коля. Хонин Коля очень трудится, очень много дает пользы и для команды, и как игрок он очень ценен. Юные латкаринцы игрой тоже были довольны. И если для болельщиков это больше соревнования, то для мальчишек это прежде всего игра, от которой они получают удовольствие. Мы играли с первого с 2006 годом, забили. Я забил все три, и мы победили 3-2. Потом еще мы играли с 2007, два человека, и там остальные наши. Мы 3-3 сыграли. Пока сейчас мы с теми же красными идем наравне по чемпионству. Какая команда сейчас у нас побеждает пока? На первое место? Да. Ну вот красные и мы пока идем. Сейчас там по голам посчитают. Сейчас если красные еще забьют, то все, мы на втором. Собственно, так и вышло. Команда в красных майках 2006 года рождения заняла первое место. Команда в белых 2005 года рождения стала второй. И команда в салатовых майках 2006 года третье место. В этот же день на стадионе «Полет» состоялся матч областного первенца среди мужских команд. Между Дюш Латкарина и ФК «Джаз» из города «Электросталь». Счет был открыт уже в начале первого тайма. На 14-й минуте гол забил Латкаринец Алексей Бурыкин. В середине второго тайма Дюш Латкарина удвоила свое преимущество. На 65-й минуте пенальти назначенной в ворота ФК «Джаз» с успехом реализовал Александр Алексеев. Ворота хозяев поля так и могли остаться нетронутыми, если бы не досадная случайность. За 15 минут до конца игры судья зафиксировал автогол. Матч завершился со счетом 2-1 в пользу латкаринцев. Следующую игру областного первенства субботу 25 июня латкаринцы снова проведут дома. В 12.00 на верхнем поле стадиона «Полет» с ФК «Кристалл» «Эльмаш». Также из города «Электросталь». Приходите поддержать наших футболистов. Варвара Можаева, Алексей Устинов. Новости Латкарина. Хотите первыми узнавать главные новости города, быть в курсе центральных событий Латкарина, радоваться вместе с нами новым спортивным победам и культурным достижениям, социальным прорывам и коммунальному благоустройству? Наши корреспонденты первыми оказываются на самых значимых мероприятиях, а в объективы наших камер попадают только яркие и достойные кадры. На земле и в воздухе наши коптеры видят этот город иначе. Смотрите нас каждую среду и субботу в 19.00 на телеканале 360 Подмосковья. Подписывайтесь на наши официальные страницы в социальные сети ВКонтакте и Одноклассниках. Предлагайте свои новости и новые темы для передач. Создавайте латкаринское телевидение по своему вкусу и предпочтениям. Будьте с нами. Держите руку на пульсе города. Телеканал «Откари» представляет широкий спектр рекламных возможностей. От рекламного ролика до имиджевого видеосюжета. От бегущей строки до видеооткрытки. Телефон рекламной службы 8495-979-44-18. На этом у нас все. Познакомиться со всеми нашими выпусками, оставить свои комментарии и пожелания вы можете на сайте www.letcarindefistv.ru Смотрите нас на телеканале Подмосковья 360 градусов каждую среду и субботу в 19.00. В студии была Ольга Белозерцева. Всего вам доброго. Продолжение следует...